Фриц, что с нами случилось? Я не говорила тебе, что хочу уехать, потому что каждый раз, как взгляну в тебя, слова застревают в горле. Какой бес у них селился! Чего они, сущности, хотят? Что я им сделала? Я никогда не интересовалась политикой, да и вообще... Да и вообще, я часто вспоминаю в последнее время, как ты сказал мне, что существуют ценные люди и менее ценные, и что одним дают инсулин при диабете, а другим не дают. А я бы тогда дура с этим согласилась. Теперь они сортируют людей по новому признаку, и я в числе неполноценных. Подело мне. Да, я укладываю вещи. Не притворися, пожалуйста, что ты этого не замечал. Фриц, все можно вынести, кроме одного. Так неужели в последний час мы не взглянем честно друг другу в глаза? Нельзя, чтобы они этого допустили. Они сами лгут, других хотят принудить ко лжи. Десять лет назад, когда кто-то сказал, что я совсем не похожа на еврейку, ты тут же возразил. Нет, почему же? Похоже. Тогда меня это порадовало. Все было ясно. К чему же сейчас ходить вокруг да около? Я уезжаю, потому что иначе тебя лишат должности. Я уезжаю, потому что с тобой сейчас уже не здороваются на работе, и ты уже не спишь по ночам. Я уезжаю, потому что не хочу дождаться того момента, когда ты сам скажешь мне «Уходи». Это только вопрос времени. Стойкость — это тоже вопрос времени. Она может выдержать определенный срок. Точно как перчатки. Хорошие, качественные перчатки могут служить долго, но не вечно. Не думаешь, что я сержусь? Хотя нет, я сержусь. Я очень сержусь. Почему я должна со всем соглашаться? Что не так в форме моего носа и в цвете моих волос? Меня вынуждают бежать из города, в котором я родилась, чтобы им остался лишний паек масла. Что вы за люди? Да, да, и ты! Вы забрели квантовую теорию, островнейшие методы лечения, и вы позволяете этим дикарям руководить вами. Вам говорят, что вы завоюет мир, но вам не разрешают выбирать жену. Искусственное дыхание, и помни, солдат, о задаче своей. Каждую пулю русского сбей. Вы чудовище, или подлизы чудовища. Да, неразумно, что я это говорю, но к чему разум в таком мире, как наш? Ты сидишь и смотришь, как твоя жена собирает вещи, и молчишь. Смотришь и молчишь. У стен есть уши, да? Так вы же молчите! Одни подслушивают, другие молчат. Фу, черт! Мне тоже надо молчать. Если б я любила тебя, я бы молчала. А я ведь правда тебя люблю. Только не говори, пожалуйста, что это на месяц. То, что здесь происходит, продлится не один месяц. Так что не говори на несколько недель, подавая мне шубу. Ведь шуба-то понадобится мне только зимой. И давай не будем называть это несчастьем. Станем называть это позором.